Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». 26 декабря я уже засыпала, но прежде чем я заснула, у меня появилось ощущение, а у меня уже было достаточно такого опыта, чтобы распознать, что это. У меня появилось ощущение, что кто-то попал под искушение мучительных мыслей о самоубийстве. Вы спросите, «Как ты это почувствовала?» Я почувствовала, как все это обвалилось на меня. Начинаешь улавливать то, с чем сталкивается кто-то другой. Но я знала, что это не я, что это происходит с кем-то. И у меня было ощущение, что это кто-то, кто будет присутствовать на этих служениях. Было подавляющее чувство безнадежности. И этому человеку или нескольким людям казалось, что умереть было бы лучше, чем жить так, как вы живете. Затем я заснула и увидела себя и услышала, что сказать вам. Сказать, что сам Иисус был искушен словами о самоубийстве. Его опыт в пустыне, в 4 главе Луки. Одно из искушений, с которым он столкнулся, дьявол взял и поставил его на крыле храма и сказал, «Бросься отсюда вниз. Это дух самоубийства». И потом он сказал, «Не сказано ли, что ангелы сохранят тебя, и не приткнешься о камень ногою твоею? Что это было? Злоупотребление Писанием, неверное его применение. Иисус запретил это, ответил на это. И доктор Саммерл на одном из служений, на котором мы присутствовали, сказал, «Какой-то момент жизни каждого искушает мысли о самоубийстве, потому что сам Иисус был искушен этим, но Иисус показал нам, как на это отвечать». И вот я увидела себя в этом сне, говорящей тому, кому это относится, «Вам не нужно стыдиться того, что вы так искушаемы, потому что это не пришло от вас. Это пришло от дьявола. И это не ваши мысли, так что вам нечего стыдиться, потому что они не ваши». Аминь. Аллилуйя. И что я хочу сделать? Если это относится к кому-то, выйдите сюда. И не останьтесь на своем месте из-за стыда, потому что в этом нет ничего позорного, потому что это не ваши мысли. Но здесь есть свобода. Я говорю, здесь есть свобода. И как я говорила, это может быть более одного человека. Аллилуйя. Просто встаньте вот сюда, дорогая. Аллилуйя. Слава Господу. Мы благодарим Тебя, Отец. Аллилуйя. И мы просто немного подождем. Немного подождем, потому что так часто дьявол оказывает давление на людей, чтобы помешать им выйти вперед. Но я хочу, чтобы вы знали, сегодня здесь для вас есть помощь. Я не пытаюсь побудить выйти сюда кого-то, кому не нужно сюда выходить или к кому это не относится. Я не пытаюсь манипулировать чьими-то чувствами. Я просто говорю, что мы вас подождем, потому что это вам поможет. Мы вас подождем. Аллилуйя. В этом нет позора. Это не что-то, на что нужно смотреть свысока. Каждый из нас в какой-то момент предпочел бы уйти, а не остаться. Может быть, из-за чего-то, с чем человеку пришлось столкнуться. Поэтому этого не нужно стыдиться. Просто знайте, что для вас есть помощь. Аминь. Аллилуйя. То, что вы чувствуете что-то, не означает, что вы терпите поражение. И то, что вы чувствуете что-то, не означает, что вера не работает. Бог сказал мне несколько месяцев назад. Я помню, где я стояла, когда Он это сказал. Вы знаете, как это бывает. Когда Бог говорит к вам, этот момент для вас застывает во времени. И Он сказал мне, когда враг кого-то искушает, когда он подкидывает мучительные мысли. Послушайте внимательно. Это очень важно. Бог сказал, Он также посылает влияние, которое возможно ощутить, чтобы попытаться убедить человека поверить в то, что он говорит. Например, если он искушает кого-то страхом, то он посылает и чувство страха, чтобы заставить вас принять то, чем он вам угрожает. Если он угрожает вам поражением, что вы потеряете свой дом или свой брак или свой бизнес, на вас навалится подавляющее ощущение этой неудачи. Вы это почувствуете. И не потому, что это правда, а потому, что дьявол посылает влияние, чтобы заставить вас поверить его словам. Поэтому противостойте даже тому, что вы чувствуете. Не верьте этому. Потому что он копирует, имитирует то, как действует Бог. Когда Бог хочет вас благословить и говорит к вам, вы почувствуете помазание. Почему? Потому что это помазание поможет вам принять то, что Бог делает для вас. Разве не проще согласиться с тем, что Бог вам говорит, когда вы ощущаете помазание. Так? И дьявол делает то же самое. Только в его извращенной версии он посылает чувство, влияние, чтобы вы ощутили то, что он вам внушает, и вам показалось, что это правда. Так хочется сказать об этом людям, находящимся в искушении гомосексуализма, лесбиянства и сексуальных извращений, потому что их тело чувствует все это. Не верьте тому, что вы чувствуете. Это просто влияние, которое пытается заставить вас принять угрозы в разуме. Не важно, что вы чувствуете. Важно, с чем вы выберете сотрудничать. То, что вы это чувствуете, не делает это правдой. то, что вы чувствуете безнадежность, не значит, что все безнадежно, не значит, что это правда. Аминь. Аллилуйя. Тот, кто в вас больше. Аминь. Тот, кто в вас больше того, что вы можете ощущать. Тот, кто в вас больше угроз, бомбардирующих разум. Тот, кто в вас больше, чувство безнадежности, пытающегося вас охватить. Аминь. Уйти не лучше, чем остаться, пока не завершено ваше поприще. Вот тогда лучше всего уйти, когда все завершено. Аминь. Аллилуйя. Сейчас я возложу на вас руки, но знайте, после этой молитвы вам нужно быть внимательными к своим мыслям, к своей умственной жизни, к тому, что вы допускаете. Аминь. То, что вы что-то чувствуете, не делает это правдой. То, что вы это слышите, и это бомбардирует вас, не делает это правдой. Аминь. Слово говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Так? Вера приходит от того, что вы постоянно слышите то, во что вы верите. Но и дьявол это имитирует. И он пытается заставить вас поверить его словам, повторяя их день за днем, день за днем. Но они от этого не становятся правдой. Повторение не делает что-то правдой. Сколько бы он не бомбардировал вас, это не становится правдой. Вы должны отвечать на эти мысли и на эти чувства. Отвечайте на них. Скажите, я отказываюсь этому верить. Аминь. Какой бы путь он не использовал, чтобы угрожать вашей жизни, у всех это может быть по-разному. Неважно, в какую дверь он колотит, касается ли это вашего тела, или это страх за вашу семью, страх неудачи, что бы это ни было, неважно, в какую дверь он колотит, ему нужна не дверь, он хочет пробраться и все перевернуть в доме, в вашем духе. Аминь. вы вполне способны хранить свой разум от его слов. Ваш разум не принадлежит ему, он ваш. И когда кажется, словно ваш разум уже даже вам не принадлежит, встаньте и скажите, это мой разум. Вам нужно отвечать на все это. Аминь. Сколько бы он не нажимал на кнопки мыслей в вашем разуме, откажитесь прокручивать эти мысли, откажитесь это делать. Первым делом, когда выйдете отсюда, я была на вашем месте, некоторые уже настолько вошли в колею этой бомбардировки разума, эта мысль все приходит и приходит и приходит, и вы пытаетесь от нее избавиться, ваше дело не избавляться от этой мысли, ваше дело отказаться верить этой мысли. Отвечайте на нее. Вы понимаете? Если дьявол угрожает вам чем бы то ни было, что бы он вам не сказал, отвечайте, это ложь. И все равно, насколько вы ощущаете, что это правда. Не важно, как вы себя чувствуете, говорите с этим. скажите это ложь. Я не буду в это верить. И отвечайте на это писанием, относящимся к его угрозе против вашей жизни. Иисусу нужно было делать то же самое. Ему нужно было так же поступать. Его победа заключалась в том, что он отвечал. Он отвечал на конкретную угрозу. вы понимаете? Это ваше дело. Если он говорит, ты потеряешь свой брак, скажите, это ложь, я не потеряю свой брак. Отвечайте конкретно, что Бог сочетал, ни один человек не разлучит. Аминь. Ни одно орудие, сделанное против моего брака, не будет успешно. Ты лжешь. Если он угрожает вам преждевременной смертью, это ложь. Долготою дней он насытит меня. Видите? Отвечайте на угрозу. Затем прикажите духу, говорящему к вам уйти. Понимаете? Во-первых, ответьте на эту угрозу словом. Скажите дьяволу, я в это не поверю, что бы я не чувствовал. Во-вторых, прикажите духу, который к вам говорил, уйти. Это то, что сказал Иисус. Отойди от меня, сатана. Так? Он ответил на то, чем дьявол его искушал, и потом повелел ему уйти. И последнее, что он сделал, он поклонился. Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Итак, во-первых, ответьте этой мысли. Не позвольте этому прокручиваться в вашей голове, не идите с этим спать. Отвечайте на это, возьмите свой ум под свой контроль. Это ваш разум. Бог дал вам дух здравого ума. Это ваш разум. Вы его не потеряли и не потеряете. Он ваш. Аминь. Ответьте на это. Скажите мучающему вас духу уйти. И в-третьих, отвлеките свое внимание от того, что вы чувствуете и начните поклоняться Богу. Потому что поклонение приносит помазание, а от помазания распадается ермо. Аминь. Какой первый шаг? Ответить на это конкретно, словом, найдите место Писания. Дух Святой подскажет вам, какое место Писания использовать. А если вы не знаете Писания, может быть, вы новообращенный христианин, спросите кого-то, здесь много людей, которые знают. Вы можете подойти к кому-то после служения и сказать, дайте мне хорошее место Писания для этого. Аминь. И вам помогут. Первый шаг какой? Второй шаг какой? Прикажите Духу, Который к вам говорит, уйти. Третий шаг какой? Поклонение. Видите, первый шаг займет лишь мгновение, второй шаг займет лишь мгновение, но на третий уйдет весь день. Это образ жизни. Аминь. Церковь, прострите свои руки к этим людям. Аллилуйя. Слава Господу. Свободна во имя Иисуса. Будь свободна во имя Иисуса. Будь свободен во имя Иисуса. Будь свободна во имя Иисуса. Отец, мы благодарим Тебя, возлагая руки на эту ткань, что когда она будет возложена на того, кто связан, мы говорим, что помазание разрушает ермо. И если есть присутствие злого духа, помазание изгонит его. Мы благодарим Тебя за это, Отец. Мы благодарим Тебя за это, Отец. Свободна во имя Иисуса. Свободен во имя Иисуса. Спасибо, Отец. Будь свободна во имя Иисуса. Свободен во имя Иисуса. Будь свободна во имя Иисуса. Будь свободна. Принимай, дорогая, во имя Иисуса. Оставь ее. Оставь ее. И не возвращайся. Будь свободна во имя Иисуса. Будь свободна во имя Иисуса. Будь свободен во имя Иисуса. Иисуса. Дьявол, убери свои руки от этих людей. Они собственность Божья. Они не принадлежат тебе. Подойди сюда, дорогая. Будь свободна во имя Иисуса. Будь свободна во имя Иисуса. Дьявол ненавидит Божий план для твоей жизни и твое послушание Ему. Это лишь дымовая завеса, пытающаяся скрыть от твоих глаз, что по другую сторону твоего повиновения. свободна во имя Иисуса. Свободна во имя Иисуса. Иисуса. Ты не чужая. Божий совершенный план – это твое место. Ты настолько желанна в его присутствии. Наслаждайся им. Наслаждайся им. Ничего не нужно заслуживать. Ничего не нужно заслуживать. Просто наслаждайся. Будь свободна во имя Иисуса. Будь свободен во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Мне нравится что сказала сестра Лиллиан Йоманс. Она сказала, нет ничего из чего вы не могли бы выйти через хвалу. Когда кажется все непосильно. Это ложь. Нет ничего непосильного для него. сестра 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 «Так легко сейчас, с учетом моего положения». И он сказал, «Славь меня не из-за твоего положения, славь меня из-за моего положения». Дело не в вас. Хвала и поклонение как раз отводят ваш взгляд с вас. А дьявол способен терзать и мучить людей, когда их взгляд застрял на них самих. Поэтому прославления и поклонения настолько важны для вашей свободы, потому что они отводят ваш взгляд от вас самих и направляют его на того, кто ваша помощь, с чем бы вы ни столкнулись. Так что у вас тройная задача. И я говорю это каждому, кто с чем-либо сталкивается. Пастор Андерсон проповедовал этим утром о болезни и немощи. Шаг номер один какой? Отвечайте на это. Второй. Скажите бесу, который вас дергает уйти. И обычно это дух страха. И третий. Поклоняйтесь. Это основное занятие. Поклоняться, поклоняться, поклоняться. И делайте это громко, чтобы это звучало громче вашего разума. Вы скажете, ну я много молюсь на иных языках. Знаете, Библия говорит... Послушайте, я не принижаю говорение на языках. Но когда вы говорите на языках, ум не назидается, ум может продолжать метаться и мучиться, пока вы говорите на языках, если проблема с разумом. Я для себя обнаружила, что если взбудоражен разум, мне нужно славить и делать это громче того, что идет против моего разума. Аминь. Никто за вас не может хранить ваш разум. Люди подходили ко мне и говорили, пастор Нэнси, помолитесь за меня. Я просто мучаюсь и терзаюсь в разуме. Я отвечала минутку. И я говорю о членах церкви. Я отвечала, вы хотите, чтобы я заставила дьявола оставить вас в покое. Я не могу его заставить оставить вас в покое. Я не могу его заставить оставить меня в покое. Но мое дело сказать вам, что делать, когда он приходит. Я не могу сделать за вас то, что можете сделать только вы, когда он приходит. Поэтому сегодня, если можно так сказать, здесь высокобольтные провода для прикуривания. проводящие энергию, чтобы помочь выгнать то, что вас мучает. Но когда вашу машину прикурили, всегда предупреждают, не глушите мотор, не выключайте двигатель, вы потеряете заряд. Как оставить двигатель включенным? Выходите отсюда с хвалой. Слава Богу, я свободен, спасибо Богу, я свободен, спасибо Богу, я свободен. Если сегодня вечером вы пойдете спать, и дьявол скажет, ничего не изменилось. О, все изменилось, все изменилось, и я свободен, я свободен. Но ты не чувствуешь себя свободным. Дело не в том, что я чувствую, дело в том, что я знаю. Двигатель должен постоянно работать. Папа Хеггин так об этом говорил. Вера всегда должна быть во включенном положении. Это абсолютно то же самое. И один из лучших способов держать веру во включенном состоянии – это поклонение. Постоянно поклоняйтесь, поклоняйтесь, перестаньте пытаться во всем разобраться. Потому что многие застряли на умственной арене в попытках разобраться. Послушайте, со всеми это случалось, поэтому никто из нас не скажет, «И как это тебя туда занесло?» Мы все там были, и нам пришлось себя оттуда вытаскивать с помощью Божьей. Аминь. Ваш разум принадлежит вам. Аминь. Дьявол хочет держать вас на умственной арене, заставляя вас пытаться разобраться в том, как себе помочь. Вам не нужно разбираться. Прославляйте. Аминь. Аллилуйя. Снова процитирую сестру Йоманс. «Нет ничего, из чего вы не могли бы выйти через хвалу». Нет ничего, из чего вы не могли бы выйти через хвалу. И дьявол скажет, «Хвалы недостаточно для твоей ситуации. Хвалы более, чем достаточно для вашей ситуации». Почему? Потому что хвала приносит помазание. А помазание разрушает то, что вам противостоит. Вы скажете, «Кажется, этого будет мало». Разве вы не рады, что Бог дал нам легкую часть? Он просто дал нам легкую часть. Вот в чем дело. Аминь. Все просто поднимите свои руки и скажите, «Так хорошо быть свободным». Так хорошо быть свободным. Спасибо, Отец, что я свободен. Иисус, спасибо, что сделал меня свободным. А кого Сын освобождает, тот истинно свободен. Аминь. Я свободен. Я свободен. Но я себя не чувствую по-другому. Нет, нет, нет. Это не важно. Дьявол посылает влияние. Чтобы заставить вас почувствовать что-то неправильное, не верьте чувствам. Верьте тому, что говорит Бог. Послушайте. Божья помощь настолько гарантирована вам сегодня, что Он послал меня сказать вам, «Вы свободны». Это слово для вас. Это ваше слово сегодня. Это ваше слово. Особенно для тех, кто выходил сюда. Это для вас. Бог говорил конкретно к вам. И повторите это в ответ дьяволу. Аминь. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok